Здравствуйте, дорогие телезрители канала Баланс ТВ! С вами я, Алена Петчанина, и сегодня мы поговорим об удивительно, очень интересной теме. Талант, как известно, — это дар свыше. Человек, наделённый талантом, обладает могуществом, влиянием на людей. И вот как этот талант трансформирует сознание людей, которые соприкасаются с ним, и меняет Личность, которая обладает этим талантом. И, как говорил Николай Васильевич Гуголь, театр — это кафедра, с которой можно сказать очень многое. И об этом таланте у актёров и режиссёров мы поговорим сегодня с замечательным человеком, театральным режиссёром и педагогом Владимиром Беляйкиным. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Как известно, существует работа актёра над собой, работа актёра над ролью, как говорил Константин Сергеевич. Вот скажите, как вы думаете, какая работа актёра должна осуществляться над собой, как над Личностью, которая несёт ответственность за определённые идеи, образы, которые она привносит в массы? Да, ответственность. Здесь, конечно, очень большая ответственность в области нравственности, морали прежде всего. Если актёр, как вы сказали, Николай Васильевич правильно говорил, что это кафедра, с которой можно очень много сказать, потому что люди приходят и слушают. И насколько ты убедительным будешь говорить, то эта идея и останется в зрителе, который приходит за тем, чтобы услышать то, что он хочет. Он приходит на Достоевского, он приходит на Тургенева, приходит на Чехова. Он выбирает... всё ещё зависит от жанра спектакля, от идеи спектакля. Достоевский, мы уже говорили, да, это всегда идея, высокая идея, это всегда человек, это может быть и политика, может быть и любовь, и очень глубоко это связано. Бунин — это больше о любви, его «Тёмная аллея» прекрасный человек приходит на... понять психологию мужчины, женщины, отношения, пережить, может быть, ещё раз, которые он когда-то сам переживал, сравнить, насколько это так. То есть он приходит в зрительный зал и как бы подглядывает сейчас, можно сказать, кино, да, телевизор, когда мы смотрим. Это одно, когда у нас есть экран. А сцена, театр — это живое исполнение. Именно между актёром и зрителями возникает некая такая вольтовая дуга. И эта живая эмоция, она идёт со сцены на зрителя, а зритель идёт обратный процесс. И вот этот обмен, обмен мыслями, чувствами, эмоциями возникает некий такой контакт. Если, конечно, хорошо играется спектакль. И когда актёр несёт какую-то идею, есть политический театр, да, политический театр, массовый театр Мерхольд, допустим, да, в те времена дореволюционные, послереволюционные. Такой революционный театр, когда такой плакатный театр идеи, нужно её в массы, эту идею вкрутить, так скажем, чтобы масса шла за определённые идеи, за определёнными людьми. Вот мы говорили, есть спектакли о любви, о чувственности. И я думаю, что актёр — это, прежде всего, он носитель. Носитель вот этой идеи автора, иногда своего, своей идеи. Вот, допустим, Брехт, у него есть театр отстранения, да, когда актёр несёт мысль автора, да, драматурга. А потом он может как бы отстраниться от автора, да, и драматурга, и высказать как бы своё отношение к этой идее или к этим чувствам. И он отходит, как бы отстраняется и говорит своё отношение как уже личности, не персонажа, а как самого актёра. То есть как человека, вернее, как человека, как личности, и своё же отношение к этой идее, к этой теме. То есть театр очень разнообразен. И это кафедра, с которой действительно много можно сказать, очень много можно сказать на все буквально темы. Но насколько, только всё зависит, насколько ты эмоционально это можешь донести. Потому что на уровне чувственном, скорее всего, да, воспринимается сама идея. Поэтому если актёр плохо играет, не эмоционально, да, очень сложно донести. То есть без чувств, как говорится, от души. То есть я всё понимаю, да, понимаю, о чём говорит актёр, но это меня не трогает. Тогда такой некий холодный театр получается. Холодный театр. И когда я выхожу из театра, то во мне ничего не остаётся. Я ухожу холодный, холодный без этой, да, идеи, которые должен был, и чувства, которые должен был донести актёр. Ну, это вот театр, плохой театр. Хороший театр – это когда действительно зритель выходит ещё дома, домысливает. Иногда даже не спит. Он переживает за героев. Но всегда, я думаю, зритель, он тоже отчасти актёр. Потому что весь мир занимается лицедейством, да, сказал римский писатель Гай Петроний. Поэтому все занимаются лицедейством. И Шекспир также сказал, что весь мир театр. И люди в нём – женщины, мужчины, актёры. Есть выходы, уходы. И каждый играет много личных ролей. Поэтому зритель отчасти тоже актёр. Тоже актёр. Он даже, мне кажется, учится, как играть. И в жизни тоже играет. Поэтому здесь у нас получается вот эта граница театра. Театр в театре. И театр, который у нас в жизни. И особенно вот, я не помню, кто это сказал, что все женщины – актрисы в жизни. Но русские женщины – актрисы драматические. То есть они играют, могут притвориться так. Ну, даже Пушкин, помните. Ах, притворитесь. Я обманываться, да? Ах, обманите, обманите. Да, я сам обманываться рад. Ах, притворитесь. Вот. Поэтому игра, она в природе людей. В природе играет. Просто кто-то играет в жизни, кто-то играет на сцене. Вот. И сцена, и жизнь – это две разные вещи. Вот Станиславский, допустим, они с Немировичем Данченко однажды услышали, как женщина очень так смачно ругалась, вульгарно, нецензурной брани. Это было так органично, это было так красиво в жизни. И они попробовали то же самое, попросили ее сделать на сцене. И это было очень пошло и вульгарно. Да, вот это вот небольшая граница. Человек, который может прекрасно играть в жизни, он не может играть на сцене. И, опять же, вот я говорю, чтобы донести вот эту мысль, да, мысль или идеи, эмоции, которые есть в жизни и на сцене, это совершенно две противоположные границы – сцена и жизнь. Ну, играют и лицедействуют буквально все. То есть от игры человек получает удовольствие. Я как актер и как режиссер могу сказать, игра, она необходима, необходима. Она еще выполняет такое психологическое, может даже психиатрическое, терапевтическое назначение. При помощи игры актер избавляется иногда от тех чувств, да, или эмоций, которые его просто могут разрывать. И он освобождается. Вот в жизни это, да, мы часто это делаем, ну, чтобы нас не поругали или нам нужно чего-то добиться, мы всегда исполняем некую роль, да, или это жалостливую роль, или жертвы, да, ну, какой я несчастный, какая несчастная, пожалейте меня, да, если я что-то совершил. То есть мы всегда лицедействуем, мы играем. Поэтому мы получаем от этого огромное удовольствие. То есть природа игры – это удовольствие получать от игры удовольствие. И, естественно, я выплескиваю эмоцию, ее сублимирую или перекачиваю в игру, и игра уже, да, ну, как момент притворства, лжи иногда, да, это такая маленькая ложь, но всевозвышающая ложь, опять если к Пушкину говорить, да, всевозвышающая ложь. И люди, мне кажется, вот в процессе игры есть некое притворство, некое притворство и получение огромного удовольствия, просто доходящего до сладострасти, момент вот этой игры, игры. Поэтому все люди играют, именно получая от этого огромное удовольствие. А вот вы сказали очень интересную вещь, что психотерапевтический эффект оказывает и на самого, допустим, актера, исполняющего роль. А все-таки вот всегда интересно, а как, допустим, если человеку достаются какие-то негативные роли постоянно в силу его типажа, меняет ли его эта личность? Действительно, он как-то начинает действовать подобным, схожим образом, как его персонажи, или наоборот? Он, например, начинает испытывать сострадание к подобным людям, замечая какие-то недостатки в себе, схожие с теми персонажами, которые ему достаются, он может трансформироваться, развиться и помочь другим людям поменять себя. Вот как вы считаете? Нет, здесь есть некая опасность. Почему? Сейчас объясню. У меня в нескольких случаях было так с актерами. Больше с актерами, не с студентами. Когда актер вживается в роль, в отрицательную, как вы сказали, в отрицательную роль, он старается в жизни себя так же вести. Это нельзя. Я перед этим сказал, что у жизни свои правила игры, когда мы в жизни играем, и когда мы играем на сцене, это совсем другие правила. И когда человек начинает играть в жизни, то есть он переносит персонаж, который он играет на сцене, переносит этот персонаж в жизнь, начинает этот персонаж в жизни играть, жизнь его очень сильно наказывает. Наказывает. Посмотрите, он себя теряет и в жизни начинает вести как себя персонаж. На сцене, пожалуйста. Заигрался. Конечно. Заигрался. Нет, он, конечно, и это очень смешно выглядит. Другое дело, ладно, он это играет. можно на это посмотреть со стороны и посмеяться но он если иногда себя доводит допустим если он раскольникова до персонаж он раскольников он может так войти что может совершить преступление понимаете да или может быть какие-то даже психические сдвиги быть актеров и я вам говорю что это было я знаю актеров которые это доводит себя до такого состояния что потом огромные конфликты бывают с его партнерами с которым приходит до на сцену он играет и персонаж потом когда он играет в жизни того же я сказал примерно раскольникова раскольникова он играет есть огромная опасность очень понимаете да а есть наоборот актер если он вот эту границу не приходит жизни до и сцены у каждого свои правила вот в жизни да очень хорошо можно вот сублимировать перекачивать энергетику и ты если играешь отрицательные роли отрицательные роли наоборот наоборот очень хорошо очень хорошо потому что человек там там момент я вам говорил что наслаждение это отрицательную роль играешь или положительную роль играешь да я между героя отрицательно положительно но эмоции 1 удовольствие на сцене обычно в театре на театре актеры очень любят играть отрицательные роли положительные они немного односторонние, однобокие. Я играю одну маску. Я положительный, я хороший. А когда я играю отрицательную роль, то есть у меня масса, я могу различные приспособления использовать, фантазировать, воображать. Понимаете, да? Отрицательную роль дает мне возможность многообразия. А положительные роли героев, они немного однообразные. Поэтому все играют. Чем больше работает воображение, фантазии на сцене, приспособлений, да, как персонажа, который я играю, отрицательного, то от этого я воспаляюсь, возбуждаюсь эмоционально, да. И, естественно, то отрицательное, не оно не отрицательное, а наоборот, наоборот, положительное. Получается, хотя я играю, я могу играть убийцу, понимаете? Убийцу, которого убивает, маньяка, которого убивает там тысячи людей. Я имею в виду на сцене. И как актер он получает удовольствие, но как персонаж, конечно, он зритель, наоборот, за него переживает. И иногда, знаете, да, актер, который сходит с экрана, его в жизни воспринимают как маньяк. И он не может избавиться от этого, от этого образа. Вот тоже Высоцкий, да, пел, и ему говорили, вы были там, и в тюрьме вы сидели, и вы в горах, он говорит, нет, нет, нет. То есть он так убедительно сыграл, но при этом получая такое удовольствие, и себя не разрушая, да, не разрушая, если он играл, допустим, отрицательную какую-то роль актера, он не разрушает себя, что положительное, что отрицательное. Просто отрицательные роли дают больше эмоций, больше возможностей, но, естественно, больше получать удовольствие от игры. Ну, а может быть, это может оказать и положительный эффект, но я имею в виду в смысле все-таки такое глубокое вживание в роль. Я имею в виду, например, если человек, наоборот, по жизни, ну, какой-то, например, робкий, трусливый, и он старается прочувствовать себе, допустим, образ героя, и он раскрывает себе эти качества героизма, открытости, и может потом так действовать в жизни, или нет, это так не работает. Все равно будет работать контроль. Контроль. Чтобы так действовать, нужно убрать внутренний контроль. Быть тем, что ты есть. А здесь момент, я не есть, что я есть, а я есть то, что есть. Играю, понимаете, да? Почему я говорю? В жизни человек не думает, в это время он играет или не играет. Он есть, что есть. И в этот миг он, у него нет контроля. Понимаете? Он есть, что есть. А если я привношу в жизнь, я есть не что есть, а то, что я играю, есть некий контроль. Понимаете? Я не могу им быть. Это очень сложно. Это невозможно сыграть. Понимаете? Это невозможно. И обязательно, обязательно люди сразу эту игру разрушат. И ты сам, как вам сказать, ты не совершишь акт действия. Как Достоевский пишет, очень важный психологический момент, он сродни с театром, потому что Достоевский очень глубоко, собственно, он понял человека. И когда человек, допустим, мы сейчас говорим о человеке очень развитом, да? Глубоко мыслящим человеком. Глубоко мыслящий человек, зная проблему, да? Зная проблему, он никогда не совершит акта действия. Он начинает сомневаться. Чтобы совершить какой-то акт, акт, нельзя сомневаться. А так как актер, мы говорим, что человек развитый, да, развитой, и понимает проблему, понимает проблему, он не сможет совершить акт самого действия. Только человек, когда он не знает, что он играет, он тогда может совершить акт действия. А здесь, когда я мыслю, я начинаю сомневаться. Тем более, если я правильно, я сделал неправильно. Понимаете, да? Нравственно, не безнравственно. Потому что я играю. Сама игра уже в жизни. Она, ну как вам сказать, безнравственна. Я, если человек действительно, как вам сказать, да, действительно морально, да, созрел для каких-то поступков моральных, сама игра уже в жизни, это уже безнравственно. Понимаете? Я уже играю. Я не должен играть. Потому что, если я играю, вот князь Мышкин, у Достоевского, он написал, типа прекрасный человек, он не играет. Все вокруг него играют, лицедействуют. Он не играет. Понимаете, да? Если он, 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 он не может играть. Потому что он, он действует, вот как человек дышит, как мыслит, он без всякой задней мысли. Он не играет. Потому что человек, я сейчас, мы говорим о типе высокого человека, да, красивого человека, о прекрасном, о возвышенном говорим. Когда человек будет такого плана, он вообще в жизни не должен играть. Потому что, когда человек говорит, что он, и что, что думает, да, что думает, как мыслит и говорит, он не играет в этот миг. Он не играет. Понимаете? Он не играет. А когда человек играет, это значит, есть момент, само слово «игра». Понимаете? Человек не должен играть. Если он играет, значит, он врет. В этом есть момент всевозвышающей лжи, как писал Пушкин. Но это опять ложь, это игра во имя обмана. Но может же быть игра во благо? Вот знаете, есть такая буддийская сутра, что мотивация – это царь. Все равно, ну, как вам сказать, правда есть правда. Но обманывать, обманывать, обманывать. И хотя бы разрешение этого человека спросить, готов ли он обманываться. Понимаете? А то мы так не спрашивая этого человека, начинаем его обманывать. Зритель идет в театр, хочет обманываться. Понимаете? Он ждет этой иллюзии, этой игры. Он ждет. Ну, опять, мы же сейчас в область жизни зашли, на территорию жизни. Там другие правила. Там нужно, мне кажется, все равно разрешение человека нужно спрашивать. Вот заболел человек какой-то болезнью, допустим, неизлечимой. Говорить ему, не говорить, врачебная этика, да? Во многих странах нужно сказать человеку, что он больный. Потому что перед смертью он должен, какие-то у него есть обязательства перед родными, чтобы он успел сделать, понимаете? А так, его обманув, потом ему сказали, скажут, а вот почему вы меня обманули, да? И мне кажется, природа не зря дала эту сцену, чтобы для того, как Уальт говорил, что жизнь должна учиться у искусства, у театра. Не театр у жизни, а жизнь у театра. Ну, я думаю, здесь взаимно, понимаете? Должно. Иногда жизнь должна учиться у театра, иногда театр учиться у жизни. Понимаете, да? Все зависит от какой-то ситуации. Но в жизни, мне кажется, врать все-таки не нужно. Даже вот эти маленькие шпилечки, обманы, наверное, надо набраться силы, мужества какое-то, да? И сказать все-таки правду. Легче будет. Все равно маленький обман – это некий груз на душе. Понимаете? Даже обман во имя блага – все равно это некое, как сказать, маленькое моральное преступление. Пусть оно маленькое-маленькое. Если мы говорим о больших проблемах, да? Все равно, если ложь, его, эту ложь, ну, классифицировать, да? Есть там маленькая ложь, еще маленькая, больше, больше. А есть там большая ложь, да? Вот этот момент игры. Тот же Владимир Ильич Ленин прекрасно играл, да? Политически. Политически играл. И ведь правильно, и Геббельс говорил, и Гюстав Любоун, это вот этот великий человек, который написал прекрасно его работа «Психология массы народов», это можно смело перенести в театр, что ложь, повторенная три раза, становится правдой. Понимаете, да? И человек, он готов обманываться, он ждет этих иллюзий. Иллюзий. Ну, в чувствах уже, я уже о чувствах не говорю, да? У Шекспира в «Двенадцатой ночи» очень хорошо описано, вот, да, «Двенадцатой ночи», когда люди готовы обманываться. Любовь зла, полюбишь и козла, и так далее, да? Вот эти вот эти вот... Это опять самообман. Человек хочет вот этой... А чтобы, мы говорили, да, не было, допустим, в жизни, да, вот этой обман, маленьких, больших обман, это надо быть очень морально сильным человеком, чтобы принять правду. Мне кажется, людям тогда... Люди скрепляются больше, когда нет вот этих маленьких хитростей. То есть сказать открыто или потерять человека, да? Ну, я имею в виду отношения. И все равно эти маленькие обманы, они потом будут скапливаться, скапливаться, и когда-то все равно они накроют. И все равно человек чувствует. Чувствует. Это как я... Когда зритель смотрит, актер плохо играет, он все равно чувствует. Ну, врешь ты, он говорит. Ну, врешь ты, плохо играешь. Ну, чего ты вот играешь? Ну, прекрати играть. Он все равно играет, врет, актер. Так же и в жизни. Когда мы играем, мы все равно, да? Смотрим внимательно в глаза. Ну, иногда игра в игре. Ах, ты играешь? Ну, я и поиграю. А говорим совсем о другом. Ну, поиграли, поиграли, хорошо, да? Ну, друг друга обманули. И разошлись. Конфликта нет, конфликт снят. Но обман-то остается в момент обмана. Понимаете, да? А опять в жизни. Я сейчас сравниваю зеркальную жизнь и сцену. На сцене этот обман, он хорош. Если актер еще красиво, хорошо играет, да? Но ведь правду тоже можно разными способами преподносить. Можно одну и ту же правду сказать совершенно различным образом. Ну, вы сейчас говорите об интонации, да? Интонации. Но не только интонации. Интонировать, нет, можно сказать, да, как на сцене, можно сказать правду железной интонацией, жесткой интонацией, а можно это мягко сказать. Понимаете, вот я вас хочу обмануть. Я хочу вас обмануть! Ну, вы, конечно, человека. Интонация, потому что интонация, она перекачивает жизненную энергию в слово, понимаете, которое звучит. Именно эмоции, интонация. Интонировать, да, пожалуйста. Это как в музыке ноты, да, тональности, выше, ниже. Высокие бьют, допустим, да, по слуху, режет слух. Нижний, да, тоже, может быть, слишком меня затрагивает. Здесь уже интонирование идет. Как вы думаете, насколько зритель в зале, он воспринимает ли эмоции человека, актера, или он только ощущает роль? В его сердце какие-то семена попадают только от образа, который исполняет актер, или сама личность актера, ну, в соответствии с его образом мысли, образом жизни, тоже влияет на этого человека, меняя его сознание на зрителя? Это все зависит от материала, да. Если я занимаюсь, опять же, неким таким высоким театром, священным театром, да, есть грубый театр, театр как таковой, Петербург делил, и священный театр, да. Если я занимаюсь вот Станиславским, психологическим театром, одно, у меня одно мышление, актеры одного типа. Если я занимаюсь игровым театром, Мирхольд, Вахтангов, или Михаил Чехов, или Шарль Дюлен, великая книга, такая игровая театр, это все другие актеры в жизни, они совсем по-другому мыслят, потому что это другой тип театра, другая драматургия, другие мысли. А есть священный театр, высокий ритуальный театр, который уже приближен, ну, скажем так, божественный театр, высокий. Там актеры совсем другие. То есть вот это влияние, да, на актера, актер совсем по-другому выглядит, по-другому в жизни мыслит, понимаете, да, по-другому даже на сцене играет, потому что там его, в священный высокий театр, там ритуалы, там посвящение, там актер уже мыслит философски какими-то высокими идеями, да, божественными идеями, космическими идеями. И то ли человек, который играет, допустим, сказки или психологический театр, он играет Чехова, да, это совсем другого, я имею в виду Антона Павловича Чехова, да, его драматургия. Он как бы ограничен вот именно драматургией Чехова и мыслями Чехова. Вот я вам говорил, есть такой вот высочайший театр, а есть комедия деля арта, когда актер импровизирует, понимаете, он не заучивает текст, он всю жизнь играет одну маску в комедии деля арта, да, актер, допустим, доктор играет, или военного играет, или юрист, или играет любовника. И он играет в этой маске, он импровизирует, ему не обязательно текст, понимаете, у него есть какая-то... Вот, тема, тема. И дальше он импровизирует, всю жизнь он импровизирует в одной маске, такого типа есть актеры. И это влияет на личность актера, понимаете, да, и актер, естественно, по поведению, по мыслям становится, действительно, если он много лет это играет, некий отпечаток на него накладывает драматургии и те мысли, да, те мысли, которые он несет, мысли персонажей, эмоций. Конечно, это большую печать накладывает, и актеры даже между собой не воспринимают, я занимаюсь священным театром, а вы занимаетесь психологическим театром, а я игровым театром занимаюсь, а психологический театр, он бытовой театр, а вот игровой театр, он не бытовой, он условный театр, это хорошо, я совсем другой актер, я выше священного театра, а мы ритуалом занимаемся, мы вообще возвышенно, понимаете, что там Станиславский, что там Мерхоль, что там Вахтангов, мы занимаемся вообще божественным театром. Откуда театр пошел, да, они по-другому даже одеваются, да, там, прическу другую сделают, рубашку наденет какую-нибудь, да, костюм, шарф перебросит и ходит с трубкой, да, понимаете, да, и это опять область некой игры. То есть вы считаете, что от типа театра зависит, да, влияет ли личность актера на зрителя в зале, да, в зависимости от того, какой способ подачи со сцены? Конечно, да, да, опять же, Исхилы играть, да, Сафокла, да, греков, греческие трагедии играть, да, или я играю, допустим, каждый день того же Гоголя, Пушкина, да, это совсем, это большая разница, то есть это мощь, да, трагедия, там речь другая, там, во-первых, стих, не бытовая речь совершенно, там, как говорят, высокий штиль, там даже актеры по-другому двигаются, по-другому ходят. То ли дело я играю, да, и это естественно, если это я играю по нескольких лет, и это накладывает на мои мысли, да, поведение. Я говорю, даже надежду влияет, и я могу даже, знаете, такой гордыней, я занимаюсь высоким театром, а вы тут занимаетесь каким-то низким бытовым театром. Спасибо вам огромное, Владимир. Спасибо вам, дорогие телезрители канала Баланс ТВ. Сегодня в передаче мы обсуждали ответственность актера перед зрителем, стоит ли применять игру в жизни, или ее использовать только на сцене. Эти и другие интересные темы мы обсуждали с режиссером, театральным педагогом Владимиром Беляйкиным. Всего хорошего вам, до встречи на телеканале Баланс ТВ. Добрые люди, приходите к нам в Добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для Добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по Доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт.